Всем привет! Сегодня у нас первые настоящие, можно сказать, заморозки. Температура опустилась ниже нуля, в связи с чем все благополучно замерзло, в том числе и дороги. Но поговорим мы сегодня не об этом. Сегодня я хотела бы немножко рассказать о том, что нам надо делать с кожей глаз, с кожей век во время перепадов температуры и вообще по уходу зимой. Что мы можем делать с нашим лицом, кожей и так далее. Ни для кого не секрет, что лицо, это первое, на что смотрит человек, и самая важная в нем деталь, это глаза. Даже если человеку закрыть там маской рот и нос, по глазам его всегда можно узнать. И по глазам всегда можно оценить состояние кожи. Покраснение, гусиные лапки, какие-то мелкие морщинки, синяки под глазами, отеки, все это выдает наше общее состояние. Как можно сделать так, чтобы этого было меньше? И почему особенно щепетильно надо ухаживать за кожей вокруг глаз в зимнее время? Проблема в том, что кожа век, она в принципе сама по себе очень тонкая, она очень нежная, она легко обезвоживается, легко теряет влагу, легко поддается всяким мелким царапинкам, раздражениям и так далее. И в связи с этим ей требуется в принципе более деликатный уход всегда. А зимой это все еще и усугубляется тем, что температура у нас постоянно меняется на самом деле. Вы не находитесь на улице постоянно. Вы, если не работаете, конечно, на открытом воздухе, то вы перемещаетесь из помещения на улицу и обратно. У вас постоянно перепад температур. В помещении это плюс 20 в среднем, в некоторых плюс 25, иногда больше. Вы выходите на улицу, там в лучшем случае ноль, а если температура еще больше упала, там еще и минус. То есть у вас очень большой перепад температуры сразу получается. Потом вы зашли в метро, у вас опять плюсовая температура. Вы опять вышли из метро, опять минусовая температура. Почему это плохо? У нас кожа, она обычно подстраивается к какому-то определенному режиму. Ей нужен гомеостаз, ей нужно более-менее равновесное состояние. Поэтому вот эти вот перепады температуры и переходы из улицы в помещение летом вы вообще не чувствуете. То есть температура везде плюс-минус одинаковая. На улице же, когда зимой, вы это очень хорошо чувствуете. У вас кожа замерзает, потом начинает потихонечку приходить в себя. В этот момент теряется очень большое количество влаги. Конечно, мы не замерзаем полностью, как деревья, у которых все замирает. Но тем не менее, обменные процессы на холоде идут чуть хуже. Кожа легче обезвоживается. Не будем забывать о том, что холодный ветер, мелкие снежинки, это все действует как повреждающие элементы. Очень многие люди жалуются, что они вышли на улицу, погуляли, вернулись. У них очень сохнет кожа в помещении. Прям сильно настолько, что хочется прям жирным кремом намазаться. И не только на руках, ногах, но и на лице. В связи с этим, первое, что мы должны помнить, это гидролипидная пленка. Мы должны постоянно увлажнять и восстанавливать гидролипидный баланс кожи. На лице это делается обычно жирными кремами, содержащими витамины Е и витамины А. Проблема в том, что на кожу век мы не можем нанести жирный крем. Точнее как, мы можем, но по краю косточки, вот сюда только наносить. На подвижное веко мы этого сделать не можем. А гусиные лапки у нас как раз появляются от угла глаза. То есть мы их будем видеть все время. Что в этой ситуации делать? В этой ситуации очень важно иметь хорошее увлажнение. Именно вот водную составляющую этого увлажнения. Важно помнить, что увлажняющие средства, сыворотки увлажняющие, гели увлажняющие, в частности блефарогель 1, мы должны наносить обязательно не меньше, чем за полчаса до выхода. Иначе вся жидкость, которая там содержится, у нас просто будет обветривать нашу и без того тонкую кожу век. Второе, что мы должны обязательно делать каждый вечер, это маленькие компрессы. Небольшие 15-минутные, даже холодные компрессы, это лучше, чем совсем никаких. Таким способом мы восстанавливаем нормальную увлажненность нашей кожи, помогаем выглядеть себе намного лучше и здоровее. Ну и, конечно же, не стоит забывать про витаминные комплексы. В частности, очень важен для кожи в зимний период витамин Е. Это липидный витамин, который запечатывает нашу влагу в коже и способствует тому, что влага меньше испаряется. Таким образом, кожа меньше сохнет, меньше стареет и меньше появляется мелких морчинок. Ну и, конечно же, не стоит забывать в зимний период о витаминах. В частности, крайне необходим для кожи в зимний период витамин Е. Это липидный витамин, который запечатывает, по сути, влагу у нас в коже, не позволяет ей так быстро испаряться. От этого мы лучше выглядим, меньше стареем, меньше появляется вот этих мелких морщинок, которые бывают от обезвоженности. В частности, у компании Гильтек есть крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга. В ее состав как раз входит витамин Е, масло Ши, масло миндаля, что очень хорошо влияет, в принципе, на кожу век. Ее можно использовать в вечернее время после основного увлажнения. И также она позволяет подтянуть кожу, придать ей блеск и молодость. Подробнее о ней можно почитать в описании или ссылка будет сверху. Ну и, естественно, мы не забываем про витаминные всякие средства, которые помогают поддерживать именно состояние кожи. Таким способом мы поможем себе поддержать нормальный тонус кожи, поможем ей меньше обветриваться и, соответственно, лучше выглядеть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас выходят регулярно видео. Ссылки на них будут здесь или здесь, наверное. До встречи в новых видео. Удачи вам. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok